Канал Аль-Иртисам представляет Пророк, салли Аллаху алейхи вассалам, сказал Семь человек есть, семь групп, семь человек есть Которые Аллах, субханаху ата'ала, сделают под тенью его трона Судный день Тот день, когда нету тени, кроме его тена Кто это семь человек? Судный день, мы все знаем, приближает солнце Пока не останется между людьми и солнце расстояние, кроме мила И люди потопают на своем этом, как сказать Вот там некоторые до пятки, до коленей, до пупка Некоторые полностью уходят от жары каждой степени своего греха Этот день, семь групп людей не увидят эту трудность Первый из них, кто? Аль-Имам-Уль-Адиль Справедливый имам Справедливый халиф-правитель Второй И молодой человек, который вырос поклонением Аллаха, субханаху ата'ала Вот Не ждать, пока постарею, потом начну С молодости Тот, кто с молодости поклоняется, будь это мужчина или женщина Он тоже окажется под тени трона Аллаха, субханаху ата'ала И тот мужчина, который всегда, его сердце связано с мечетью Когда намаз закончится, возвращается заново, чтобы мечеть пойти И те люди, и те два мужчины, которые рады Аллаха Полюбили друг друга И этим же они объединились, и этим же расходятся Не ради мирского, не ради какого-то деяния Ради Аллаха, которые объединились Мужчины тоже этим же расходятся И тот же мужчина, который Когда красивую Женщину, когда себя позвал Пошли со мной Чтобы к себе домой Он сказал Чтобы грешить Когда себя женщину домой позвал Отказывается от этого и говорит Я боюсь Аллаха И тот мужчина тоже, который дает милостыне Скрытно, не зная Скрытно милость дает Даже Скрытно так дает Что даже не зная Что его правая рука дает Когда правая рука дает, что левая рука не замечает Такой степени скрытно дает Милостыне этих людей тоже Аллах Субхану Ва Та'Аля Делает под тенью своего трона И Мужчина вспомнил Аллах Помнил Аллах Субхану Ва Та'Аля Когда он уединился с Аллахом Субхану Ва Та'Аля И Начали слезиться его глаза Боясь от Аллаха Субхану Ва Та'Аля Вот эти семь категорий людей Они не увидят Те трудности, которые увидят остальные люди в судный день Да сделает Аллах Субхану Ва Та'Аля нас Всех мусульман И нас, которые сейчас сидим Слушаем этот урок Из тех людей, которые Аллах Субхану Ва Та'Аля Покроет нас Под тенью своего трона Амин 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 Закумуллаху хайран Сейчас перейдем, иншаллах На вопросы И будем отвечать Сколько Столько, сколько можем Каждый раз не хотим повторять Недовольствие людей тоже видим Но что можем делать Многие хотят вопросы задать А я один не успеваю Всем ответить Раньше, как вы знали В прямом эфире Прямо выбирал, отвечал Говорили На мой вопрос не ответили Другие отвечали Выбираешь, какой ты хочешь Сделали такой Чтобы К нам писали Под пост вопросы Чтобы На все вопросы, что мог я ответить Самое большое, которое я могу ответить Вопросы Это максимум 100 вопросов И мы решили поставить пост Когда 100 вопросов дойдет Хоть этот 100 вопрос дойдет За минуту Или за 3 часа Разница нет Иншаллах На эти вопросы Будем отвечать Ну так случилось Пост ставим В течение 5 секунд 120 вопросов я получил Представьте Как я могу это ответить Потом Другие же Где пост Спрашивали Где пост После этого Пост был поставлен И сразу архивирован Потому что Невозможно Ответить больше Чем 120 вопросов 121 вопросов Получил я В течение 5 секунд Извиняемся Те люди Которые готовят Многие пишут Я целую неделю готовился Ждал Не мог ответить Но что делать Брать Больше выхода Нету И не можем Больше Чем это вопрос Ответить Жиза Кумуллаху Хайран За понимание Ассаламу алейкум В рахматуллахи В баракатуху Дорогой брат Человек работает Преподавателем Университета Может ли он Принять подарок От ученика Уже после экзамена Когда преподаватель Уже никак не может Повлиять Студент Знак благодарности Хочет дать подарок А логично С врачом После всего Лечения Может ли Принять подарок От пациента Заранее Если не договорился С преподавателем Уже экзамен Сдал После этого Из подарок Делал Знак благодарности Этим нету запрета А так заранее Дать подарок Чтобы тебе Хорошая оценка Поставят Это получается Ты даешь Как тебе сказали Взятка И это запрещено Исламе Валлаху А'лам Все говорят Ассаламу алейкум Рахматуллаху Варакату Всем Кто здесь Сказал Ассаламу алейкум Рахматуллаху Варакату Всем Валейкум Ассалам Варахматуллахи Варакату С первых дней Жизни Я оставил Своим детям Перед сном Коран Суру Бакара И она у нас звучит Во время сна детей Так же И ночь ставлю И мы так засыпаем А Коран Звучит всю ночь Дозволили так делать Или все же На это есть запрет Нет в этом запрета Валлаху а'лам Жена хочет развод Муж не дает И на холла Не соглашается Кому обратиться Чтоб развели Если Живут в стране Где нет Неправитого шариата Считается ли Ужительной причиной Для развода Что у мужа Вообще нет Благих ндав Поэтому жена Ошущает Отвращение Отвращение И не в состоянии Обеспечивать семью Если семья Не обеспечивает Муж Я не знаю Какой должен быть Муж У кого нет Вообще Никаких Благих ндав Из этого Одну сторону Послушаю Ответ дать Не могу Вам придется Найти Знающего человека Который доверяет И Подойти К нему И объяснить Вашу ситуацию Смотря на Вашу ситуацию Решить этот вопрос Целую историю Пишет Ради Аллаха Не оставлю без ответа На зимние каникулы Мы собрались Поехать Моим родителям 500 километров От нас Все каникулы Провести С ними Взяли билеты Первый день День каникулы Должны приехать К ним 29 числа Чтобы побольше Дней было с ними Так как мы Видимся Очень редко Наше Пребывание Там совпадает С Новым годом Но у меня Нет ни малейшего Намерения Праздновать С ними Я сказал им Об этом Что мы не празднуем Этот день И проведем его Как обычно Они не заставляют И говорят Что это Наше дело Наше дело Они не мусульмане И скорее всего Будут праздновать Этот день Но мы едем С целью Только навестить их И помочь им В эти выходные Сделать ремонт Одной комнаты А не Новый год Можно ли нам поехать Муж Сначала разрешил Теперь запретил Сказал Что можно ехать Только 1 января Но при Замене билету Нужно платить Лишние деньги За возврат Как правильно поступить Если вы Их есть В твоих родителей Отдельные комнаты Которые вы можете сидеть Когда они отмечают праздник Не участвовать Ни в чем Ни еде Ни в празднике Не сидеть с ним за стол Отдельные комнаты Есть Которые Вы можете Отдельно сидеть В этом доме Тогда можно поехать Если Вам придется Чем-то участвовать В этом Тогда Лучше Деньги больше пойдут Лучше делать Как сказал муж Валлаху алям Мне нужно Получить развод У имама Попыталась Пойти к одному Имаму Зная Зная Случай Он рассматривал Такие вопросы А мне отказал Сказал Что муфтият Уполномочил По таким вопросам По республике Только одного человека А знающие люди Уммы Считают Этого человека Ашаритом Можно ли К нему обращаться Нормально ли Что в республике Только один человек Может разводить Больше 100 километров Это ненормально В каждом селе Конечно Этот Фардур Кифая Быть Знающий человек Который Может Решить Проблемы Мусульман И если даже Муфтият Уполномочил Одного человека Это не означает Только один человек Там должен быть Мы знаем Если знаешь Знающего Праведного Ученого Который Может Оба К ним Обратиться Муж и жена И чтобы Ваши проблемы Он решил Аллаху Аля У нас семья Праздновает Новый год А я не хочу Праздновать Да И мама Позовет На кухню Помогает Говорит Как мне быть Новогоднюю ночь Баракаллаху Фик Уфик Баракаллах Если Ты не хочешь Это праздновать Бойтесь Аллах Как вы можете Не участвуй Ничем Если мама Позвала Тебя кухню Пойти Скажи Маме Этот праздник Харам Объясни Я не буду Этим участвовать И не хочу Этим участвовать Это большой грех Если Это не оставит Насильно Тебя заставит Тогда На тебе греха нету Но ты должна Как можно Как можешь Противостоять Чтобы Не сама Не отмечать Этот праздник Если можешь Им тоже запретить Когда заходишь Мечет Там уже Имам Закончил Но есть Еще опоздавшие На первый Второй ракат Должен ли я Соединиться с ними Как быть Таком положении Если у вас Два и третий Человек Зашли Может отдельно Молиться Если один Зашел Там еще Молится Кто-то Может присоединиться К нему Валлах Я помолился Зухр на улице На улице Было холодно И не сделал Ратибаты Когда вернулся Домой Возместил их Можно так делать Да Можно Если время После обедного намаза Не пришел И даже Возместить Не получается Это получается Вовремя Тебе сделал Если уже пришло Ушло время Обедного намаза Как ты говоришь Зухр Тогда Получится Это возместить Валлаху алим Мои родители Против того Чтобы я женился На дочери Своей Благородной Якобы Адати не разрешают Мы любим Друг друга И не хотим Быть с другими Помогите Как нам быть Это тебе решат Как тебе Брат Ты имеешь Право Жениться И имеешь Право Хоть мама Говорит Тоже Жениться На дочери 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 Но После этого Обстоятельства Сам посмотри Что лучше Для тебя Женить Жениться На этой Сестре И потом Скандалить С родителем Или же Оставить ее Ради Чтобы родители Были довольны Это тебе решат Брат А если ты хочешь Жениться Конечно Имеешь Полное Право Аллаху А'лам А так Чтобы Адати Субханаллах У нас Адати Если Противоречить Шариатам Аллаху Субханаллаху Эти Адати Надо под ноги Бросать Как сказал Противоречить Субханаллаху Джахилист Рыба Под моими Ногами Потому что Она Противоречит Исламу И запрещает Женить Двородный брат Двородной сестры Это Противоречит Ислам Потому что Противоречит Ислам Сам женился На двородную Сестру На двородной Сестре Он сам Женился И свою Дочь Выдал Своему Двородному Брату Али Ибн Абиталибу Ради Аллаху Ана Ассаламу Алейкум У меня должен был Денег Еврей Я сказал ему Что прошу Час денег За услугу А потом Он пропал Я Нашел Час денег Оставшую Забрал А потом Начал Сомневаться Сказал Я ему Что Прощаю За услугу Час денег Или Сумму На что На что Из этих денег Я купил Кольцо Себя Хотел Одеть Для соблюдения Сунны Если Есть Сомнения В этих Деньгах У меня И больше Склоняюсь К тому Что Сказал Что Всю Сумму Прощаю А потом Все-таки Позабыв Час Ту Час Забрал Является Ли Это Кольцо Носить Теперь Халал Будет Ли Награда За Это Если Делаю С Намер Сунны Этот Тип Сам Аферист Закала Хайран Мало Кого Найти Это Вопрос Два Вопрос В первую очередь Является Ли Кольцо Сунны Просто Мужчине Кольцо Более Правильным Мнений Ученых Оно Является Дозволенным Серебренное Кольцо Является Дозволеным Оно Не Является Сунной Одет Просто Его И Ског estimates Сунна Не Является Это Является Дозволенным Для Мусульманина Это Более Правильного Мнений Ученых Это деньги, которые ты взял И купил кольцо Это для тебя халал Многие, когда сивак делают, сидят Сидят в таком положении И используют его И встают на намаз Есть такое в сунне? Садятся в таком положении И используют его И встают на намаз Есть такое в сунне? Нет такого сунны, что именно сивак надо сидеть Делать Уважаемый шейх, мой брат разводится Двое детей, жена подала на элементы На одного ребенка 10 тысяч рублей На двоих 20 тысяч Нам без адвоката не обойтись Если он наймет адвоката Это вывод из ислама В первую очередь Как это элементы государство Как ставит? Смотри, сколько жена просит, ставит Или же там есть определенная сумма Должны мы знать Эти элементы и другие Даже этот ход кафире Нас заставляет Это обязанность каждого отца Не как элементы платить Это обязанность отца своих детей Кормить, обувать, одевать Это на отца ложится Ход он разведется Дети ни в чем не виноваты Отец должен их обеспечивать Но если именно Хотя вы кормите их Обуваете их Одеваете их Вас в суд подали И чтобы защитить адвоката Взять Это не является куфром Аллаху Алям Можно ли ходить В общественные бани? Если в общественной бане Все купаются Закрытым ауратом От кубка до колени Тогда можно ходить А если нет Нельзя туда ходить Аллаху Алям Даже хоть ты сам закрываешь аурат Ты увидишь других Открытым ауратом Аллах над троном Аллах в Куране В десятком аятах Говорит Ар-рахман Алла-аль-арши-става Поистине Милостовый Аллах Субханава Та'аля Возвучился над троном Аллах над троном И над небесами Как сам утверждает Аллах Субханава Та'аля В своем книге Куран И также утверждает Все сподвижники Пророк Саласа До единого Это же мнение Всех Таби'инов Ахли Сунны И это же мнение Четырех имамов Валлаху а'лам Можно ли делать Намаз в шапке Или капюшоне Если закрывает лоб Желательно Открыть лоб Потому что Разлога с ученых Намаз получается Или нет Хоть чуть-чуть Лоб сейчас Открыть Чтобы он дотрагивался До земли Это желательно А так Иншалла намаз получится Люблю тебя ради Аллаха Да полюбит тебя Аллах Живу в Чечне Гостях сосиски Не уверен Халяльный или нет Могу ли я их Кушать за каллаху хайран Если ты сомневаешься И хозяин спросит Если можешь спросить У него Халяльный или нет Чтобы сомнение брать А так Когда у мусульмана Кушаешь Брата мусульман Ты кушаешь Не должен сомневаться Что у него там Ни харам Ни вещи есть Если Кроме как Если ты видишь Этот человек Не смотрит На халал На харам Я работаю В мебельной цеху Так мы В основном Делаем мебель Для заведения Общественного питания Часто приходится Делать мебель Для кальянных И баров Скажите Лежит ли на мне грех Если я работаю В этом цеху Общивкой Я получаю заказ И сдаю Его непосредственно Своему руководству Но я знаю Какие заведения Он их отдает Заранее Спасибо Лучше не работать Если ты знаешь Именно Что это делается Только для харамных Заведаний Лучше не работать Если большинство Халяль Иногда так делают Харамные заказы Бывают Если ты можешь Этим не участвовать Тогда можно там работать Если я собирал деньги На строительство Мечети И на семью Пять тысяч Истратил из них И сейчас не могу Возместить Какого мое положение Мечет Тоже еще не смогли Достроить Твое положение Ты должен Обязан Это долг На твою шею Остается Ты должен Вернуть Это пять тысяч рублей Можно ли читать Тафсир пороховой Тафсир пороховой Чем это читать Лучше читать Перевод Кулиева Этого Абу Адиль И Потому что Это знание Исламские знания Этых людей Какие бы Хоть мало И не было У них знания Есть И они Например Даже Кулиев Перевел Тафсир Саади Из этого Абхарахова Ислам принял Арабский Юзский Знает И как Сама понимает Перевел Куран Лучше Тафсир Не читать не ссылаясь на никаких ученых из этого не читайте его читайте Тафсир Аль-Миркулиева тем более Тафсир Саади, который трех томов который перевел Аль-Миркулиев все насчет намаза до 4 и после до 2 и после 4 4 раката по 2 раката 2 намаза Акида Тахавия верная книга хорошая книга Акида Тахавия но его толкуют некоторые по своим убеждениям из него делают материнские убеждения из этого если Сама Тахавия скажешь да, Сама Тахавия хорошая книга Акида Ахлю Сунна Вальджама Мою старшую дочь назвали Ай-Дин и с моего родного языка переводится Ай-Луна-Дин-Вера Луна-Вера, да, или что это переводится, среди исламских имам встречал Ай-Дин для мальчика дозволено такое имя если именно такое значение оно имеет лучше его поменять на другое имя Валлаху Алям не только лучше если она так звучит вере Луны или поклонение Луне или как я не понимаю если она не так звучит и смысл этого ссылается на какое-то языческое уклонение надо его это имя поменять в Аллаху Алям а так я не знаю как это мусульманское имя или нет в Аллаху Алям коротко ответ какой был смысл когда Хараджиты выступили против Али они все время повторяли суд принадлежит только Аллаху суд принадлежит только Аллаху и Али сказал говорят слова истины подразумевают ложь это имеется ввиду человек покрываясь аятами и хадисами когда хотят свою биду распространить свое заблуждение распространить никогда Али ибн Абиталиб не судил кроме по суду Аллаха но они понимание это да слова истины никто не отрицает суд принадлежит только Аллаху это слово Аллаха но так ли это как понимает Хараджиты имел ввиду Хараджиты понимали за то что Али ибн Абиталия выдвинули людей что между ними будут они судить они сказали вы куфру сделали они сказали вы куфру сделали и начали Али ибн Абиталиб сперва сами толкнули на это потом начали Али ибн Абиталиба такфир делать Хараджиты это Хараджиты Хараджиты коротко сказать те люди которые такфир делают за большие грехи или же те люди которые делают такфир не за куфра как здесь они делали Али ибн Абиталиб они такфир делают, за что? за то, что Алибн Абиталиб выдвинул сподвижников чтобы они судили между Муавией сподвижник пророка и Алибн Абиталибом там никакой куфы нет, так и должно быть когда спор решит знающие людей, они должны это судить а используют слова Аллаха не в своем месте, не в свое время и такфирнули Алибн Абиталиба потом вышли против Алибн Абиталиба вот это стифра, один из явных сифатов харежитов сперва делают такфир не из-за куфра потом воюют с этими людьми которые они сами такфир делали здесь вопрос целый пище я нормально не понял, уже вторую неделю он спрашивает я прочитаю его, как я понял и отвечу если права делал в правоохранительных органах договорился, место нашел во всем помогал сотрудник и если я просто деньги отдал и забрал права эти права дозволены если помогал сотрудник, потому что мы его попросили помочь я права делал в правоохранительных органах и он помогал, так как он их работник эти права в таком случае бывают харавными из-за того, что мы попросили помощь сотрудника нет, не бывает помощь сотрудника попросили у кафира у муртада у кафира у общего любого человека попросить то, что он может делать то, что он может делать, чтобы он сделал это не является куфром я не знаю здесь, в чем здесь ишкал, в чем здесь непонятие, я не понял вообще вопросы а здесь там запрет, но ничего не вижу харам или музыка, которая играет на некоторых видео жена говорит, это харам а муж говорит, что это просто звуковые эффекты если они именно являются музыкой и слышите как музыка и действительно там используют музыкальные инструменты это является харамом Аллаху а'лам некоторые люди сейчас говорят если там в музыках нету ничего харамного и нету там вместе с ним спиртное и это тебя не толкает на харам и тогда можно слушать музыка по мнению четырех имамов музыка по мнению четырех имамов является харамом и запрет их слушать Аллаху а'лам я начал болеть непонятные болезни врачи не могут найти причину проверил все что сказали хотел узнать может ли порча или джин влиять на здоровье да конечно может и порча влияет на здоровье и джин влияет на здоровье и с глаз влияет на здоровье как сказал Пророк Саалам с глаз говорит доводит верблюда до кастрюля и человека до могилы из этого о мусульмане читайте поминайте Аллаху утром и вечером аскари мы всегда повторяем крепость мусульманина который поминание Аллаху утром и вечером это делаете за что что вас оберег Аллаху от глаза от джинов от колдовство многие сами не замечая делают причины чтобы их глазили чтобы их детей глазили какое-то интересное дело то что их дети сделали сразу вкладывают в соцсетях инстаграм фейсбук или же сториз этого инстаграма этот ватсапа и же красивые фотки детей ставят они не знают что их могут кто на них смотрит глазит и потом их дети болеют не знают какие причины от этой болезни все это может быть причина что ты поставил фотографию и кто-то сглазил твоего ребенка из этого сами делают причины читайте аскари поминайте Аллаху утром и вечером читайте аскари которые для детей читал это все аскари есть крепости мусульман читайте на детей чтобы их не сглазили чтобы их жизнь не повредила еще сказал пророк когда муж и жена совокупляются когда муж и жена совокупляются если они будут прочитать дуа есть вот это дуа если они будут читать если у них эта ночь получится ребенок забеременеть жена этому ребенку не повредит джин сказал пророк саллиллаху алисалам шайтан не повредит ребенку если при совокуплении этой дуа если читать при покупке в магазине мне возвращают на накопительную карту бонусов в которой в дальнейшем можно сделать скидку или оплатить полностью товар дозволили это если ты это на карту деньги сам сперва платишь и покупаешь карточку тогда нельзя ее покупать если тебе дали эту накопительную карточку самим подарили и там тебе бонус закидывают этим нету запрета в Аллаху алим саллиллаху дорогой человек работы на холоде омовение делать немного трудно объясните пожалуйста как делать омовение легким способом и как делать его так чтобы не мыть ноги при следующем омовении прох саллиллаху сказал не направит ли вас не сказать ли вам чем Аллах саллиллаху прощает грехи вот поднимает ваш уровень в раю делать омовение полностью хорошо чтобы вода дошла куда надо в трудном положении холод она будет и как бы в неудобном месте холодном месте делать омовение как надо это 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 один из причин чтобы Аллах саллиллаху простил и поднял твой уровень в раю и много шаги делает мечет хоть мечет далеко пойти за эти шаги грехи один за один шаг грехи прощает другой шаг твой уровень поднимает в раю ждать намаз после намаза сидят ждешь пока время намаза придет это является рыбат рыбат это охранять границы мусульман это рыбат является очень большой аджр для человека который охраняет границы мусульман такой же аджр получит тот человек который ждет намаз после намаза а как делать самые меньшие которые не именем нету с ним помыть надо по одному разу лицо руки протирание одернется голову и по 1 разу ногами вот это полное омовение меньше самое мельшее можно по 2 раза и можно по 3 раза сайм лучше конечно по 3 раза а если ты говоришь как делать протирание чтобы ноги не мыть Полное омывание делать, когда дома будешь. Когда уже омывание есть, одевай носки. И может ты сутки, если ты не являешься сафарой, не являешься путником, путешественником дома или в своем городе, ты имеешь в течение сутки, не снимая носки, сверху протирать. Лицо моешь, руки моешь, голову протираешь, и когда ноги находишь, сверху проводишь мокрые руки, этого хватает в течение сутки. Сутки, сутки прошло, снял, заново омывание сделал полностью, ногу тоже помыл, заново одел, еще сутки можешь в таком положении находиться, Аллаху Аля. Ассаламу алейкум, шейх, подскажи, как будет вопрос от второго лица, как будет, потеряла двойную на шестом месяце беременности, мальчики были, теперь мучает вопрос, не из-за сглаза ли так получилось, так как от радости всем рассказывал, эта мысль не дает покоя, нервы дают, дай совет. Советую тебе, это когда Аллаху Субхану Ата'алу, уже случилось. Что ты можешь делать? Как бы ты ни нервничала, это ты не вернешь. Это когда Аллаху Субхану Ата'алу, предписание Аллаху Субхану Ата'алу, так и случилось. Делай дуа, чтобы Аллаху Субхану Ата'алу тебе дали благие, благородные дети, и, может быть, сглазить можно. Из-за этого, может, сама даже, человек сам себе может сглазить, не только чужой человек, ученые говорят, сам себе тоже может сглазить. Когда ты видишь удивительную вещь, красивую вещь, которая тебе удивилась, и не хочешь, чтобы сглазить, «Маша Аллах, ла кувата илля биллах, баракаллаху фикум». Такие дуа делайте, пусть Аллах баракат поставит. Говорите, «Маша Аллах, ла кувата илля биллах». Когда слишком удивительно видели, «Аллахум ла айши илля айшу аль ахира, фансур аль ансаривон мухаджира». Вот такие дуа надо делать. Язык постоянно, поминание Аллаха будет, чтобы не сглазили, что порча не вредила. Может быть, сглазить тоже. Аллаху а'алам, уже случилось, нервничать об этом, ничего не стоит. Иншаллах, Аллах сдаст тебе еще лучше, пусть Аллах дает еще лучше тебе дети, которые будут для тебя помощником в этом дуне и в ахирате. Амин. Я буду таким, каким считает мой раб. Это есть хадис. Это когда человек умирает. В каком мнении ты Аллаха, когда ты также Аллаха встречаешь в Аллаху а'алам. Существовали люди-гиганты. Наш отец Адам, алейхи салам, был, как сказать в достоверных хадисах, был высотой 30 метров. 60 ладон, как сказал наш пророк, саллаху алейхи саллаху алейхи салам. И люди, которые рай зайдут тоже, такого же возраста величины будет. Аллаху алейхи саллаху 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 а эта тема за ваш труд. Именно за эту тему не знаю, но все сомнительные доводы, о которых шииты говорят, хотим, иншаллах, такую же серию лекций сделать, как про шиитов, про основу шиитов, такие же опровержения, сомнительные доводы шиитов, такие же лекции сделать, несколько лекций. Что можете сказать про полнолуние? Это как-то влияет на людей? Мой отец кафир, когда наступает полнолуние, ведет себя очень неадекватно. Не знаю, брат, влияет или нет, я не думаю, что влияет, не слышал я такое. Если муслими наносят ракетный бомбовый удар по позициям кафиров, чтобы забрать у них территорию, и там погибают муслими под этим ударом случайно, несут ли ответственность те, которые наносили этот удар перед Всевышним Аллахом, да ведет тебе Аллах Малик в рай, и удалит печаль из сердца Аллаху Акбару. Амин. Иншаллах, будет такой день, когда мусульмане будут забирать свои земли, они кафиры, постоянно нас убивают и долбят, и бомбят. Такое положение, когда будет, иншаллах, решим этот вопрос. А коротко сказать, если умрут мусульмане, и мусульмане не знали, что там муслим есть, за это грех длинных его нету, но там должны ли за это платить выкуп? Здесь разогласы ученых, коротко сказать. Потому что слышал, что если зикр, поминание Аллаха, только на языке, и не думая сердцем об Аллахе или о переводе зикра, то такое не считается, что награды не будет. Правда ли это? Коротко скажу, зикр можно, зикр, что поминание Аллаха, можно делать и языком, и думать об этом языке, о поминании, в сердце тоже. Есть, отдельно языком делать, отдельно сердцем делать. Все эти три вида получаешь награду. Самый высший, конечно, языком делаешь и сердцем, думаешь об этом поминании. Хоть даже смысл, если даже не понимаешь, награда будет. Второе, делаешь сердцем, языком не говоришь. Это получается, что тоже ажр получишь, но лучше оставил. Третье, языком делаешь, но сердцем не думаешь. Тоже ажр получишь. Как сказал православец, «Пусть не перестает твой язык быть всегда влажным от поминания Аллаха». Это все ажр получишь. Ажр, конечно, лучшая степень языком и сердцем, который делает. Можно ли ажр, поминание Аллаха после намаза в вечернем и утреннем, некоторые читают, а некоторые пропускают. Допустим, после фарса намаза постоянствовать 14 разу аяту-курси, тоспех по 33 раза. Также достоверны ли все аскари в крепости мусульмам. В первую очередь, ты можешь, если у тебя времени нет, то, что можешь, аскари делать, то, что можешь, поминание делать, то, что пришли. Потом, читать аяту-курси, по 33 раза Аллаху Акбар, Алхамду Лиллах, Субхана Аллах, и после, это аяту-курси, то, что их действует, спешишь или не получается, то, что сможешь делать, тоже можно делать. Сколько ты будешь делать, чем больше делать, тем больше ажр получишь. Если ты даже меньше сделаешь, за это ты ажр получишь. Достоверны ли аяту-курси крепости мусульманины? Большинство зикр, поминания Аллаха, это все достоверные. Есть некоторые поминания крепости мусульманины. Там раздвигаются ученых, достоверны именно этот хадис или нет. Поминания Аллаха, в таких местах, такие хадисы, которые некоторые ученые сомневаются, они достоверны или нет, эти хадисы разрешают использовать. Из-за этого, когда говорим, купите крепость мусульманина, некоторые говорят, там же недостоверные есть. То, что там есть недостоверные, очень мало. И это тоже некоторые ученые сказали, они хорошие хадисы. Из-за этого все аскары, которые крепости мусульманины есть, их можно использовать в любой момент. Тот момент, который там, где указано, какой дуа делать. Советуй тебе, пожалуйста, какую книгу читать. Читаешь, поднимается иман, увеличивается боязнь перед Всевышним Аллахом и для того, чтобы много делать благое деяние. И делать назидание друзьям, родственникам, и жить наистине, умирать на нем. Самая лучшая книга для поднятия имана, это является Коран. Читать Коран и купить толкование Корана и понимать этот Коран является одним из самых высших, лучших этого нету, который поднимает иман человека. Потом остальные книги, которые помогают к этому. Например, много книг есть, которые перевели на русский язык тоже. «Шейх Мунаджида» есть книга «Просердец». Потом «Имну Каима» — все книги, которые на русский язык перевели. Это очень хорошие книги. Можно их покупать, и эта книга тебе помогает поднимать иман. И книга «Наставление верующих» есть. Она сокращенная от «Имама Газали» книги. «Ихьяа» — тоже очень хорошая книга для поднятия имана в Аллаху А'лам. Я в этом году принял ислам. У меня есть две сестры маленькие. Одной 15 лет, это уже взрослая. Другой 6 лет. Родители у меня неверующие. Ну или как они говорят, верят в душе, курят. И когда я научил сестру совершать намаз, мама говорит, что я их порчу. Я сама изучаю религию, и сестра тоже. Она хочет изучать даже больше, чем я. У меня такой вопрос. «Имею ли я шариатское право воспитать своих младших сестер в исламе?» Не спрашивай родителей, даже если они против. Потому что может быть так, что посредством наших дуа они примут ислам, а сама оставить сестер таким родителям и жить своей жизнью я не хочу. Имеешь право даже не только своих сестер, даже если чужие можете их воспитать. И чтобы они ислам приняли, чтобы ислам поняли. Ты имеешь это право. Даже своих родителей имеешь право ты призывать к исламу. Пусть Аллах Саванда поможет тебе в этом. Я хотел узнать, должен ли муж помогать жене с ребенком, или же смотреть за ребенком. Это только обязанность жены. Он мне периодически материт, может, но не был никогда. Он унижает меня часто. Что посоветует вы мне? Мы постоянно ругаемся, всегда найдем повод поругаться. Воспитание детей, воспитывать их, это обязанность отца, смотреть за ребенком. Конечно, это женские руки, только могут его воспитывать, смотреть за ребенком. Но обязанность и не должен ли муж помогать в этом деле? Муж должен помогать, когда жена болеет, не успевает, в чем-то там ничего зазорного нету. Своему жене помог, чтобы за ребенком смотреть. А что ты посоветуешь? Посоветую тебе и твоему мужу повинуйтесь Аллаха и его посланника. Читайте хадисы пророка, саллаху айвасалам, о хороших андравах и улучшите свой язык. Сохраните свой язык от грешного. Пророка, саллаху айвасалам сказал, «Лайса мина, лайса му'мину, битта аан, валалла аан, валалфахиш, валалбази». Не является верующим, имеется в виду полноцельным верующим, не является кто, битта аан, который порицает и ругает мусульман, постоянно порицает. Правы, неправы? Битта аан, валалла аан. Не является верующим тот человек, который проклинает других. Не тот, кто плохие дела делает, грешит, зина делает. И также, у кого язык грязный, сквернословит, матукается, это не является исполноцельным верующим пророком, саллаху айвасалам. Повинуйтесь Аллаха и повинуйтесь посланника Аллаха, слушайте приказы Аллаха и приказы нашего пророка, саллаху айвасалам. И, иншаллах, ваша жизнь улучшится. Я делал амавене и говорил перед тем, как начать, Аллаху Акбар. Так как прочитал это в книжке по шафийскому мазабу. Нету такого в шафийском мазабе, Аллаху Акбар говорит. Шафийскому мазабу тоже начало амавене, имам Шафий говорит, поминать Аллаха. С кем? Бисмиллях. Как это делал наш пророк, саллаху айвасалам. Бисмиллях говорит и начать. И больше ничего не надо читать, когда закончится делать дуа. Вот это дуа читает. Это дуа тоже из крепостей мусульманин. Аллаху Аля. А твое амавене считается действительным. Когда же бисмиллях не скажешь, это амавене считается действительным. А бисмиллях, сказать, является желательным. Аллаху Аля. Можно ли сидя, делать намаз, работая на маршрутке, иногда времени не бывает, вовремя совершать. Если нечаянное дотрагивание жен, женщин, женского пола, портится омывание. В первую очередь, обязательный намаз, это пять минут, не имеет права никто сидя молиться. Кроме как, если нет возможности стоять, например, находиться в тюрьме, завязались к столу, или же в таком положении стоять не может, болеет человек. Нет возможности стоять молиться, тогда молиться сидя. Сунны намазы, хоть даже ты можешь стоять молиться, ты имеешь право сидя молиться, как ты говоришь, в маршрутке тоже молиться можешь. Обязательный намаз, останови маршрутку на пять минут и помолись. Время нету, говоришь, время, например, обеденный намаз не опоздает, пока после обеденного времени не дойдет. Если это в течение двух с половиной часов, если не можешь для Аллаха пять минут найти, это очень плохое положение, плачевное положение у тебя, брат. Если пять минут на остальные суннаты делай, как даже ты машину водишь, тоже можешь молиться. А если дотронулся до женщин, иншаллах, по мнению большинства ученых, большинства мазхабов, обувение не портится. Пожалуйста, сделайте наставление про насвай. Все, что вредит насвай, курение, сигареты, или же кальян, это все является харамом, запретным. И является ли она с вами сама нажаз, я не знаю, из чего она делает. Если она из грязи делается, она грязная, если из травы она чистая. Если она из грязи, как молиться, надо полоснуть рот после него. Буквы «мад», в арабском языке «я», «вау», «алиф», обязательно читать протяжно. Да, на два буквы надо, два харака его надо тянуть. А если не потянул два харака, не всегда меняется, то всегда меняется, смешно, нет, не всегда не меняется, у Аллаху Аля. Например, один человек, он уже долгое время требует знаний и достиг высших высот в своих знаниях, и он отрицает, что Аллах на троне. Аят, где говорится «руки», он говорит «это сила». Он не является джахелем. Я знаю, что для джахеля это скрытный вопрос. Ответьте, брат. Чем для джахеля это вопрос для обучающих знаний, тем более в Дагестане, ашхаритм, они более скрытный вопрос, потому что им этот вопрос в толковании аятах, в толковании хадисах так преподаются. Им еще более скрытный этот вопрос. Этот человек является бедатчиком, но его хоком бедатчик, который отрицает, что Аллах, с вами та Аллах, возвысил на трону. И после того, как его донесли, и худжи довели, и объяснили, и после того, как его худжи не остались, после того, можно другой хоком этому человеку дать. Саламу алейкум. Да хранит вас Аллах. Мысли, которые приходят в голову плохие. Что это от шайтана? А вот благие мысли от чего? От ангелов, иншаллах. Аллах. Кто нарушает? Например, делай больше дуа, намазы, бывают мысли, а в другое время не делай сунна. Подробнее разъясните. Подробнее разъяснить это. Человек, есть ангелы, которые тебе помогают, и есть шайтаны, которые тебе притягивают плохие деяния делать. Если ты, чем больше отслушаешься, тем больше твои хорошие мысли будут в голову приходить. Аллаху аля. Дайте, пожалуйста, совет, как забыть человек из своей жизни. Я развелась, мне сложно это осознавать. Когда что-то делаю, всегда думаю, вдруг ему это не понравится. Я уже устал жить в иллюзиях. Мне нужно идти дальше, а я не могу забыть боль, и ранее не проходит никак. Я пытаюсь ее простить лишь ради Аллаха и хороших моментов нашей жизни. Впервые мне так сломали, но я не отчаиваюсь и знаю, того это не стоит. Но внутренне не отпускает меня никак. Не оставляйте меня без совета. Советую тебя, забудь этого. Поминай Аллаху субхану ата'аля. Нет в этом жизни, которую невозможно забыть, кроме Аллаха субхану ата'аля. Поминай Аллаху субхану ата'аля больше. Увеличивай любовь к Аллаху субхану ата'аля и делай дуа, чтобы Аллах субхану ата'аля тебя заменил лучшему, чем этот человек. Иншаллах твой дуа примет и найдешь лучшего, чем этот человек. Аллаху ата'алям. У меня после нужды капли выходит момент выхода, может быть, любой. Я ставил туда салфетки бумажные каждый раз, на это очень сложно, но и на холоде в туалете не могу задерживаться. Ибо я бы хотел не обращать внимание, потому что это испортило мое психическое состояние. Я ночью пробуждаюсь от страха, что я попаду в ад. мне сложно промыть на белье, потому что я не могу видеть капли, потому что она черная. Я бы желал просто оставить как есть, пока сама не пройдет, потому что я принимаю это близко в сердце, постоянные нарушения. Нарушения убери, если действительно так капли уходят, может быть, это от болезни лечись. Если действительно уходят, так как ты должен тряпку поставить или каждый намаз посмотреть и почистить. А если нет, это твои есть нарушения, вообще на это внимание не обращай, брат. Если сейчас обращать будешь так, это нарушение не оставишь, еще больше увеличится, увеличится, потом тебе придется намаз оставить от усталости. я многих знаю, у них такое нарушение начиналось с таких мелочей, потом они переходили, они даже не могли делать, часами сидят потом, Аллаху не могут в начале молитвы, и также на намаз ходят два бурьки носят с собой, которые вверху снимают по улице, может быть, какая-то грязь попала, такие внушения будут, если потом трудно будет это оставить, лучше, брат, сейчас же постарайся оставить это нарушение можно ли давать деньги попрошайкам, бывают инвелиты или же с детьми стоят, бывает жалко, можно отдать иншаллах твой жалость тоже к ним благое в твоем сердце и Аллах примет твою садака, а можно ли им ради Аллаха если вопрос не отдать, это есть у нас ответ на канале Али-Атисам, посмотри. Если придерживаюсь шафейского мазхаба, можно ли мне не читать салават на пророка первым ташахаде, будет ли мой намаз действительным просто по шафе первым ташахаде и постоянно читать салават. Да, намаз будет действительным, потому что первым ташахаде у шафейского мазхаба тоже является сунной, необязанным. Мой муж работает на севере, он не может брать мне с собой, потому что сам живет у друзей, я живу дома его родителей, и мне приходится целыми днями быть в одном доме с зевером, переехать в отдельный дом, у нас сложности нет. Будет ли нам не грех, что я с ним остаюсь в одном доме? В одном доме если остаешься, если возможности нет, как ты говоришь, отдельно, не можешь уедняться с ним в одном комнате. Ты в своем комнате с закрытым ключом, чтобы не мог тебе никто достучать, зайти, а так уедняться с ним в одной комнате не имеешь права, когда нет у его родителей. И предевером открывать свои волосы как перед чужими людьми, надо прикрываться тоже в Аллаху Адам. На работе часто женщины здороваются с мужчинами за руку. Я знаю, что это харам и пытаюсь это избегать. Если все-таки такое получилось, надо ли брать омовение за преднамеренные касания? Это самое малое, что ты омовение портишь. Даже избегайся, вообще не бери, объясняй этим женщинам, которые с тобой работают или как-то твои руки потягивают. Это уважение к женщинам мы не даем руку. Нет такого ислама, как некоторые говорили, если плохие мысли нет, можно здороваться. Нет, в никаком случае нельзя здороваться чужим женщинам. Пророк Саасам сказал, чем касаться чужим женщинам, которые тебе не являются дозволенной, чем таким женщинам касаться, лучше бегает игла, чтобы твоя голову зашла и для тебя лучше. Это хадис говорит, хороший хадис сказал Альбани, рахима Аллах. Но если ты прокоснулся, омовение не портится по мнению большинства ученых. Мои родители жили не в исламе и не совершали намаз, заключили брак, как все. Тогда приходил Муллай, прочитал то, что спросил в согласии. Тогда в то время других знаний не было, потом через много лет мой отец начал совершать намаз раньше моей матери на три года. То есть мат начал совершать намаз после отца. Нужно ли им в таком случае переделывать никях? Нет, не нужно. Аллаху Аля. Ассаламу Алейкум. Урахмату Аллаху Баракату. Уважаемый шейх, я замужем уже много лет, но мой муж до сих пор не выплатил махар. Имея бизнес, который приносит достаточный прибыль для содержания семьи и выплаты долгов, которые он имеет каждый раз, как я напоминаю ему об этом, он ссылается на то, что у него много долгов, но несмотря на долги, которые он выплачивает, он тратит деньги на развитие и укрепление своего бизнеса. Подскажите, пожалуйста, как мне быть и в данной ситуации, и какие мои права. Твое право, ты даже имеешь право, вообще к себе его не имел право первую ночь даже не пропускать к себе, пока он не будет выплатить тебе махар. А сейчас это не причина, что тебе махар не отдат, укреплят свой бизнес, он обязан твой махар вернуть сейчас же. Он говорит, у меня долги много, это тоже долг его, он должен его вернуть. А если ты хочешь простить, можешь простить тоже. Но не обязан, и даже если ты скажешь, желательно ли простить, это нежелательно тоже, это твой хак, твое право, ты имеешь требовать и взять. Моя сестра ставит над головой у маленькой дочери Коран, так как она плохо спит, я тоже решил поставить своему ребенку из этой же проблемы. Но мой муж говорит, что это может относиться к ширку, так ли это. Мы объяснили талисман, который вешает на шею, есть разные, есть которые там, которые пишут, не понимают, что там написано. Это многие там пишут имена шайтанов, некоторые пишут, что попало, и дают, говорят, это для лечения, это для хорошей торговли, это сабаб от сглаза. И такие вещи вешают, или поставят, что эта вещь поможет, силаясь на это, это является ширком. А Кур'ан, именно Кур'ан, или же слова пророка, салам, дуа под пророк, салам, здесь разлагается, можно ли это поставить как сабаб или нет. Лучше, как сказал, его не ставят. Если ты хочешь, чтобы ребенок нормально спал, читай дуа. Кур'ан не для талисмана, Кур'ан не для сабаб, Кур'ан для читения. И Аскарик, пророк, салам, поминание, Аллах, пророк, салам, нас учил, чтобы его читали, поминание Аллаха, чтобы у нас была защита от шайтанов, от колдовства. А так просто его повесить на шею Кур'ан или рядом ставить. И такое не делал наш пророк, салам. Есть один ревай от одного спотвижника, маленьким людям, своим дятам, он вешал на шею ауузби калимат или аттаммати, кто его читать уже знал, их учил, чтобы прочитали. Большинство ученых это тоже просто сабвописат, тоже говорят нежелательным. Аллаху а'алам. Портится ромовение, если помыть ребенка при смене подгузника. Нет, не портится, по мнению большинства ученых. Сделайте насиха братьям из КБР, которые слепо входят в муржизм. Иншаллах, с помощью Аллаха, если Аллах силу мне даст, если у меня мнение, делают именно про Ирджа, лекции. Ты сказал, что пророк Мухаммад саллаху а'алейху а салам можно называть господином. Но разве господин это разве не от слова господ. Господ от слова арабском слове «раб». Это господ тоже является и «раб». Можно сказать «раб бульбейт», хозяин дома тоже сказать. Это русский язык. Русский язык используется как «сайид». А ты здесь говоришь, нас в день Албании сказал, рахима Аллах, салават со словом «сайид» неправильный. Ну, конечно, ибадаты добавляют слово «сайид». Говорят, ашхаду аля илля илля Аллах, ва ашхаду ана сайидина Мухаммада Расулла, сказал намазы, добавляют «сайид». Или же намазы говорят, Аллахума салли аля сайидина Мухаммад добавлять слово «сайид» – намазы, это является новшеством. Потому что пророк салават нас учил, как молиться, там не добавлял. А просто сказать «сайидина Мухаммад», просто сказать «сайидина Расулу Аллах», или же сказать «наший господин Мухаммад с.а. Это никакого запрет, наоборот, это уважение к пророку с.а.м. А когда поклонениях мы не добавляем никакое слово лишнего, кроме того, который учил нас пророк салават ва аля салам. Пророк, салли Аллаху алейкум, нас учил, там не добавляем. А так просто, когда говорим Расулу Аллаху, салли Аллаху алейкум, мы можем сказать, наш господин, Пророк, салли Аллаху алейкум, сказать, в этом нет запрета. Просто на намазы не добавляем, на поминаниях Аллаха не добавляем. А так, когда напоминаем имя Пророка, салли Аллаху алейкум, или говорим, наш господин Пророк, салли Аллаху алейкум, сказал, здесь ничего запретного нет. Валлаху алейкум. Дорогой шейх, у меня такой вопрос. Мне предложили хороший вариант дилерам в Дагестане продавать якобы натуральные соки. Когда я начал узнавать про них, оказывается, там натурального ничего нет. Может быть, вреден для здоровья, даже туда не добавляют натурального сахара. Им не выгодно добавлять натуральный сахар, добавляют какую-то химию. Чтобы она сладкая была, это не только в этом соке, который я хочу продавать. Это во всех соках дозволено мне работать с этим продуктом. Если ты знаешь, говоришь, этот сок, натуральный сок, выжжет из натурального продукта. И сам, если знаешь, что 100% это не натуральный, это обман, этим участвовать является харамом. Аллаху алейкум. Все продукты, которые вредят для здоровья, то, что у него вред больше, чем пользы, это нельзя использовать. Не оставляйте мой вопрос без внимания. Я понимаю, что он часто повторяющийся. Просто именно моя ситуация непонятна абсолютно. Весь плейлист о семейных отношениях ваш прослушала, но вот на свой вопрос ответ не нашла. Иншаллах прочитаем. Мой муж при эмоциональном разговоре сказал два раза подряд, развожусь, развожусь, чтобы я отстал от него с наездами своими, потому что он ведет разгульный образ жизни. И добавок в клубах гуляет с пятницы по субботу. И когда я сказал, дай мне развод, я уйду от тебя, не могу тебе терпеть, и он сказал, два раза развожусь. Я как знаю, эти два раза считаются, но уйти он мне не дал. У нас эту же ночь был близость. Но словесно он мне не возвращал. Если намерения было от тебя возвращать, этого хватает. В итоге я остался при последнем скандале. На днях я ему сказала, муж, если ты не собираешься меняться и идти на пути Аллаха, то отпусти меня, дай мне развод. Я выйду замуж, иншаллах, за боли праведного. Не мучай меня. На что он ответил, даю, пошла на. Как выяснилось намерение, на развод не было, не имел, сказал, даю, чтобы отстала. Какой хоккан такой ситуации? Очень прошу, дайте ответ. Был ли третий развод? Вопрос. Если он сказал тебе даю. Он сказал, даю, развод не сказал. Ты разведенный не сказал. Просто даю слово сказал. Здесь нужна его намерение. Если человек не врет, и он говорит, мне не было намерения, чтобы ты отстал, сказал, тогда здесь этот третий развод не было. Аллаху Адам. Скажите, пожалуйста, каждый раз, когда делаю намаз, я не помню, сколько сделал ракатов или неправильно произнесло слово. Даже если пытаюсь сконцентрироваться потом, под конец, все равно не помню. Каждый раз приделаю или делаю в конце два поклона. Без них уже кажется, что-то не так. Дайте наставление, пожалуйста. Как мне быть? Это у тебя болезнь, что ты забываешь, сколько ты делал, или же не можешь сконцентрироваться на этих вещах. Должна поминать Аллаху Адаму Адаму, просит Аллах помощи. Если это внушение, шайтана наушает, и ты это неправильно сказала, ты так не сказал, то это оставляй. Если сейчас будешь ты этим зацикливаться, потом у тебя это болезнью станет. А если сколько ракатов делал, если не помнишь, что надо делать, у нас на канале есть ответ, посмотри еще. Что делать в случае, когда ты хочешь жениться, но соблюдаешься мусульманке, а ее отец против говорит, ты не нашей национальности. Что я должен делать, баракаллаху фик. Должен, что тебе сказать, свататься к ней, если отец запрещает, и без другой причины, кроме за то, что национальность, за то, что национальность у вас не совпадает, и она тоже хочет замуж выйти, но открыто может замуж выйти, если отец не выдает, тогда имам выдает ее замуж, но открыто, но не скрыто от родителей. Скажите, если мы будешь с братом, как делать правильно жамаат, сафар, намаз, и дается ли азан, и агама, из-за каллаху аран. Да, дается азан, делаешь первый намаз, потом еще и азан даешь, и агама даешь, азан и агама, понятно, что это, потом делаешь намаз первый, после встанешь, и агама дашь, и второй намаз тоже делаешь повторно, азан не дашь здесь. Как делать? Обычный жамаат, обычный жамаат, как делаешь, так же там сафари тоже делается, просто обеденный 2 ракат, после обедения 2 ракат, вечерний 3 раката, ночной 2 ракат, утренний 2 ракат. Обычно как делается, просто жена, как утренний намаз делаешь, обеденный. Селение Тибек-Махи, Куншинской районе, есть один мулла, который убирает порчу, говорят, к нему много, из многих уголков России приезжают, он говорит, по виду человека, может определить, есть или порча на человека, или нет, и читая аяты Хурана, как-то убирает порчу, слышали вы о нем когда-нибудь, и о нем можно ли пойти к такому человеку. О нем я слышал, но и слышал многое, что он не делает по сунне, и слышал, что он дозволяет, Аллаху Алям, что дозволяет, истигаса тоже, но, а так, я сегодня даже, после этого вопроса, даже спрашивал некоторым людям, которые знают этот район, знают его, они сказали, он многое по суннату не делает, и халатно относятся, за это я не могу сказать, можно к ним пойти или нет, потому что у меня полной информации нету, об этом человеке. Голос женщины Аурат, просто, голос, просто разговоры с женщиной не являются Ауратом, голос Ауратом не является, когда она ее украшает, поет, или же сама старается, чтобы она тонко произносила, тогда она становится Ауратом. Описывать препараты, истории, описывать препараты, можно, проблем нету, меня никто не видит, можно, проблем нету в этом. Достойный хадис, если утром читать, сто раз, человек, зикр, сто раз утром, то ему будет защита от шайтана, до наступления ночи. Да, это зикр именно «Ла Иллахи ла Аллаху вахдаху ла Шарик ла Ла Хульмурк ва Ла Хульхамду аху Аля Кулышейн Кадир». Это если читать. Неужели вы уверены, тот, кто на небе не заставит землю поглотить вас, это здесь имеет твое Аллах, субханаху ва Та'ала. Я так и нашла на вас видео про хиджаб, там только если не разрешают одевать маму или папу и все перед каким мужчинам, нужно одевать хиджаб, какого возраста, мальчику, нужно пред ним, прикрываться не нашла. Например, у меня есть девер, 11 лет, нужно ли мне перед ним одевать хиджаб или нет, портится ли от него намаз. Я где-то читал, что если мальчик начинает смотреть на девочку не просто, а как на человека, а именно, как на девочку с симпатией, если он уже различает красоту женщинского пола, то перед ним нужно ходить в хиджабе. И правда ли это? Да, это правда, так надо перед ним ходить. Может ли муж заставить ухаживать за свою жену, заставить жену ухаживать за своими родителями, муж не может заставить, может попросить жену, чтобы ухаживать за его родителями. Аллаху Аля. Какой должен быть человек, который читает широк, можно ли, не зная арабского языка, но зная некоторые суры, читать уроки, уроки читать можно, но уроки читать, когда эта женщина заговорит, или что-то запретит, не делая то, что ненужное, которое исламе запрещено, должен быть знание этого человека, чтобы не ошибиться, чтобы этот шайтан тебя не обманул. Можно ли тахаджу намаз слух читать? И про себя? Можно. Можно одно и то же суру прочитать при тахаджу намазе, если не знаешь вообще суру, если не знаешь другой суру, можно. А если вообще суру не знаешь, можно ли алфатия прочитать, и все. Можно алфатия прочитать намазе, считается, но стыдно должен быть мусульманин, не знать. Вот маленький суру «Куллаху Аллаху Ахад», «Куллаху Зураббил Фалаку», «Куллаху Зураббил Нас», быть мусульманином, это не знать, должно быть стыдно. Это можно в течение полчаса выучить любой мусульманин, даже какой бы старик не был. Из-за этого постарайся учить хоть несколько суров, чтобы ты их читал в своем тахаджуде. Я работаю в банке, оформляю товар и кредит. Это вот да, грех. Будет ли вещь, которую я покупаю на эти деньги харамом, и будет ли грех за все годы, который… Да, если ты не знала, что это грех, никто тебе не сказал, что там работает харам, и ты не знала, прошлое Аллах прошает, если сейчас, когда узнаешь, что это харам, если ты работу оставишь, в Аллаху Алям. Можно ли совершить намаз, читать Коран или делать зикр, когда в соседней комнате или общественном месте слышна музыка? Например, я иду или сижу на улице, делаю зикр, а потом кто-то слушает музыку, и мне тоже слышно. Можно в Аллаху Алям. В мечети замечаю, след за имама снимает головной убор и протирает голову. Это новшество. Это такого. Ни сунны пророка, ни с подвижником, ни с четырех имамов. Это придуманный, выдуманный вещь, который не связывает с сунной пророком ни с чем. И также замечаю, как целуют большие пальцы. Когда говорят, ашадан на Мухаммад, Расуллах говорит, целуют и протирают глаза. Это тоже является новшеством. Нету достоверного хадиса. Про это, который говорит хадис, что это является сунной, что якобы Адам, алейхиссалам, увидел пророка Мухаммада, саламу, в своем пальцах и это поцеловал Адам, алейхиссалам. Из-за этого сейчас мы тоже целуем. Это все выдуманные хадисы на пророка, саламу, нету достоверного. Это дело тоже является запретным, является новшеством. Аллаху алям. Я который раз обращаюсь к вам, но вы мне не отвечаете. Я теряю надежду, пишу вам и жду ответа на мой вопрос, так как это очень важно для меня. Я не знаю, потому что я ничего не могу делать, не отвечаю тоже. Моя, все круглое, не порчу. Поясняю, как я об этом узнал, нашла яйцо в нашей кухне, оно было исписано красным фломастером моим именем, именем моей мамы. У меня были мурашки от страха, думала, как бы спросить, собравших духом спросила, на что она ответила, что это от сглаза. Но это все я оставляю на суд священного. Но я не узнаю своего мужа, он не хочет понимать и видеть, что его мать меня ненавидит. Я прошу отдельного жилья, хотя бы по минимумам условиям. Как открыть ему глаза и как вести себя с его мамой, как будет правильно. Послушай, одно из тебя, хокм делать я не могу, но когда твое имя и твоя имя маме пишут имя, это просят колдуны. Они спрашивают, первый раз, кто чувствует вас, имя мамы спрашивают. Когда колдунство хотят делать. Если это сделали, не знаю, вас разлучит или что-то сделал, то я этого не понимаю. Но как быть? Муж должен слушать, муж обязан тебе отдельную квартиру или отдельную комнату, не квартиру, не комнату, отдельную комнату, чтобы твоя была, и отдельная кухня твоя была. Это он обязан делать, тем более в таком положении, когда делают порчу, Аллах Аля. Что делать? Если человек одержит жену, но лечится сам добровольно, лечиться добровольно не будет, но он не может даже находиться дома, когда включил Куран, становится агрессивен, сразу уходит вся агрессия и ненависть к матери и к жене. Как лечить такого больного? Лечить, повезти ему, кто читает Рукья, кто читает Куран. Если есть родственники, что мужчина попросит, его забрали, насильно держали и прочитали, иншаллах, это поможет Аллаху Аля. Поезда нет, у меня возможность совершить обязательный намаз в сторону Кибли, поезд едет так, что невозможно обратиться в сторону Кибли. Подскажите, пожалуйста, как быть в таком ситуации. Если пока это время намаз не выходит, поезд останавливается, лучше молиться, когда поезд останавливается в сторону Кибли. Если не останавливается, молись, как ты думаешь, примерно Кибли, в ту сторону молись, иншаллах, твой намаз считается. Но этот намаз, который ты поезд сделал, лучше восстановить. Потому что там разглас ученых, надо ли восстановить или нет. Пост возмещаемый за нарушение клятву нужно держать три дня подряд или же или это не является обязательным. Можно держать разброс, можно держать разброс в Аллаху Аля. Когда человек помолится перед сном нечетное количество раката, а потом после сна как ему продолжить правильное совершение намаза. Если уверен, имеешь в виду, что встаешь после сна, лучше нечетное число витр делать после сна. Если перед сном уже сделал и заснул проснулся, как молиться? Молиться по два раката. И потом заново второй раз не делаешь витр. Повторно. Саламу Алейкум, я играл в игру, один человек я очень разозлил. Я крикнул на него, знаю, что он меня не слышит, но потом понял, что это неправильно совершил, я шагнет не совершил. Саламу Алейкум, рахматулла, буракату, я продаю масляные духи в Санкт-Петербург, можно ли работать этот день, день Нового года или же другие их праздники, или лучше закрыть магазины эти дни. Если ты думаешь, обычные люди если заходят и покупают эти духи, ты можешь продать, если там ты знаешь, большинство это будет покупать именно для праздника, лучше закрыть магазин этот день. Что лучше и более необходимо? Садака давать родителям мечети или фонда. Если родители не очень нуждаются, если не нуждается садака, если необязательный садака, имеется в виду, обязательный садака закат не дается родителям. Если необязательный садака, куда лучше давать где более и больше нужда и туда нужно давать мечеты или фонды или ты сам найдешь человека который более нуждающий и ему отдаст правда ли что если придвинуть правую ногу в жамаат намазе то он портится нет не портится скажите пожалуйста если Аллах сделал для тебя что-то хорошее тебе очень сильно хочется отблагодарить можно делать два раката это судный намаз в знак благодарности можно делать это называется намаз благодарности у нас никах был заключен следующим образом невеста сама себе выбрала вали не из семьи так как ее родные не хотели выдавать не ее нам пришлось такой никах делать действительно наш никах если этот никах открыто делали и действительно родители не хотели за тебя замуж выдать не по шарядской причине шарядской причине какой бывает если родители видели что ты ислам не соблюдаешь если они это насмотрели и твой нрав нехороший если это знали и не выдают они имеют право ее за тебя замуж не выдать в таком положении если они не выдали и вы так никах сделали никах не считается а если без никаких причин вы не выдают хотя ты являешься праведным человеком хотя ты являешься достойным для этой дочери для их дочери тогда имеет имам право выдать ее замуж но выдают открыто не скрытно можно ли работать в таких организациях где в одном здании работают и мужчины и женщины но сидят в разных кабинетах иногда нужно придавать друг другу документы или что-то другое по работе но постоянное смешение не происходит можно ассаламу алейкум можно ли для отвода глаз ходить на жума если имам мушрик и нужно ли намеряться на намаз за ним или просто делать движение намаза потом сам отдельно сделать обеденный если ты уверен что имам мушрик я не знаю когда делаешь намаз потом восстановишь его так делали наши предки тоже при имаме Ахмада ради Аллаху имам Шафи сказал если бы невежда оправдывался по причине своего невежества то невежда было бы лучше знаний что имам Шафи имеет ввиду оправдание в важных вопросах или же также тонких вопросов во всех вопросах никогда не является невежество оправданием когда человек может знания брать когда ему объясняют не принимают остается невеждой ему нету этот узор эти же слова кто передал имам Муррази имам Муррази Заркаши он объясняет после кого тоже если Худжи ему далил донесли и все равно остается невеждой это конечно не оправдывает этого человека если черным знаменем будет победоносный если не знаешь какой может быть победоносная община черными знаменами хадис про черных знамен знаменем будет армия идти она сама хадис недостоверная и там хадисы сказаны из хурасана не сказаны из шама мой отец старикат и должен ли я возмещать намаз сделанный за ним добавок к этому читает дуа гунут в каждом фарс намазе читает ли этот намаз или лучше возместить и еще раз столько суннатов надо делать до и после всех намазов это 10 раз объяснение у нас в канале сколько суннатов так и как читать Аскари в таком порядке что именно нужно читать хотел бы услышать развернуть ответ или можно отдельный урок дать Аскари как делается в любом порядке можно их читать сперва можно это успех делать потом аяту курсы читать этот порядочность этих Аскаров нету посмотри крепость мусульмана оттуда и прочитай это а намаз я не знаю твоего отца что в хоккан он мучрик или нет а дуа гунут махтин читать этот мазах имам шафия рахмаллах за то что это читает не надо повторно намаз делает а именно за твоего отца как он что делает я не могу ответить мать поставил елку и говорит просто так из-за малышей сестры я объяснял но она все равно не убирает что делать я соучастник этого будет ли мне грех параколовик а теперь греха нету за то что ты сказал маме убрать не убирает но если ты можешь его взять выкинуть вот мама против ты должен это делать можно постоянно повторять поясним земным поклоном Субханака Аллаху Моби Хамдик Аллаху Магфил можно правда что пророк Мухаммад был неспослан аят про побивание камнями но потом Аллах сам его отменил и не внес в Коран да это правда это хадис от Рамар Хаттаба радия Аллаху анхам у меня такой вопрос вдруг работает в структурах если он деньги которые он там получают оплатят кафе это еда харам для тебя не харам для него это харам там работает он куфру делает если он оплатил за то это не харам для тебя есть такие фразы смех и грех сегодня все на славу Богу грех было не сделать это так вот если человек по своему невежеству скажет примерно так грех было не купить ему это то есть что-то не считается грехом выводит не выводит ли это из ислама если да то если человек по незнанию сказал потом когда он читает шахада намазы возмещается ли в ислам возвращается ли в ислам надеюсь понятно объяснила это слово по невежеству сказала это куфр не будет конечно и надо язык чтобы приучить использовать дозволенные слова субхан аллах 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 какого хокму правителей точнее дагестанских миров министров депутатов эту хокму что рассказали что это является куфром именно депутатов министров и они являются тиранами они помогают тиранам и оккупантам еще больше укрепиться в наших землях их хокму их главарей аллах аллах если они покаятся и вернутся оставят эту работу конечно они становятся мусульманами иншаллах аллах их простит и закончились наши вопросы которые вы дали за 5 секунд 1 час 34 минут ушло за это из этого я вам говорю хоть вы довольны недовольны больше этого мы делать ничего не сможем необязательно все вопросы ко мне спрашивать есть очень много мусульмане знающие можно к ним обратиться чтобы на ваш вопрос ответили тоже иншаллах если Аллах нам даст силу через неделю в такое же время встретимся праздникам 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 Субтитры создавал DimaTorzok